привет ну что готова попробовать с нами вот эту вкусняшку мамка тут сейчас это дорезает помидорки да и будет очень вкусно сейчас я вас вот так вот ставлю так в честь чего такое мама с тобой так вот это надо убрать в честь чего во первых мы уже давно не ели король продукции здесь наша знакомая пара поспорили ёша с Леной о том нравится или нет ему вот очень нравится она говорит что ну ну вот сыр хороший ну пускай попробует Мася потому что Мася всегда честная Мася честная мы как раз таки все рад Вася ну это абсолютно неправильно села потому что мне с этого ракурса очень не долго показывать во-первых ты вообще вот ты просто весь фэншуй убил знаешь для съемки у меня красненькая красненькая стояла коробочка здесь стоял виноград расставлены по бокам тарелки то есть полный мать его фэншуй ты взяла и ты взяла и вот что сейчас на столе как мне вот это снимать как который ты здесь делал дальше ты все же у меня остывает это тоже неправильно не надо его трогать как я буду показывать это ну мам тогда посади расставь все садись на место где сидела вот тут а как я буду со слезами разговаривать держи так держи так держи так тогда нам нужна вилочка да я готов это вилочка так просто так извините привет привет всем привет я хочу чтобы все красиво было так в чем проблема у нас сегодня просто проба пера поехали соответственно что ты хочешь ты можешь у меня помидорку макать все давай ты можешь курагу махать что делаем пробуем сыр вот отсюда прям вот можно отщипнуть вот так вот его так ну чё а потом я уже возьму камеру и мы в прямом эфире ты еще раз дополняешься ну что ну что поехали первое что я хочу попробовать это хлебушек обмакнуть топленый сыр так следующий бери вот кусочек вот этого так подожди засовываю его в мед имею ввиду что ты слишком долго это делаешь у тебя не youtube формат масса следующий кусочек у нас пошел уже просто с медом с медом это классика жанра надо еще орешком надо еще орешком закусить а я люблю здесь помидорку попробую с помидоркой помидорку оба окне его горячей все мммм знаете сыр камамбэр можно есть по разному мам на кондене еще живем у меня просто осталось 6 секунд и все таки нужно сказать что Леша был прав все было очень вкусно стой ты в махарине нормально глубоко туда вот так вот сыр с помидоркой кое привет сейчас подождите Лена Леша был прав камамбэр то темный темный и вкусный а теперь я покажу уже ребятам ты можешь спокойно дальше наслаждаться со своей вкусняшкой потому что мы не попробовали это еще с виноградом так а кто кстати с чем любит я на самом деле больше всего сыр люблю с виноградом берешь вот так кусочек берешь вот так чепырь смотрите и обязательно чтобы ой ты чего размусякиваешься откуда я не знаю он просто по телефону иногда нужно ударить он там начинает работать слушай твой телефон даже с удара не работает ты посмотри что он делает мать о и миндалинку и запихиваем в рот ну и как вкусно? класс ммм вот это для меня самое вкусное да? да сыр с грушей говорят очень вкусно с виноградом всем изумительно кажется это факт факт да ммм а что тебе с помидоркой не понравился? неа а я с детства люблю бутерброд хлеб с сыром помидоркой но только не такой да сыр с грушей вкусно да и грецким орехом ну вот видишь да это хорошо мне приготовить купить что нормально? да сейчас отлоплю воды что будем сегодня готовить еще? что еще будем готовить? ну слушай сейчас у нас сырная вечеринка мы сейчас поедем сыр я вот сыр с помидоркой всегда любил для меня это классика курагу мед люблю с медом недавно полюбил мася красивая да? обжорный день да у мася сегодня обжорный день сегодня у нее началось все с вкусные мороженки во фруктах это знаете это вон не загрузочный день да а я вон как Саша с помидоркой люблю слушайте знаете а самое вкусное я вам сейчас расскажу с своего детства я с детства мало что помню но когда я ходил в сопке за полярным кругом самое вкусное это когда мамка брала чай я его никогда не пил да зато у меня была булочка сырик и помидорка и вот ты сидишь где-нибудь на сопке жопкой на ягеле и вот вместо чая у тебя идет помидора и вот помидора с сыром с хлебом и на полярном воздухе это самое вкусное что было в моей жизни вот такие вот дела все любят сыр на держи теперь буду я есть сыр давай потому что почему-то на самом деле масло вкусно кушаешь что масло всегда соответственно все просто кушаешь как кушать невкусно вот зато не знаю я вырос в бедной семье что с твоими волосами с моими все нормально кстати да я вот надо кстати записать этот ролик там вот такие вот уже такие вот малюсенькие волосюхи выросли с арбузом говорят вкусно так это раз мася слушай не слушай какашек плавленый сыр хорошо идет ну я подумаю кстати а еще мы очень счастливы потому что вот все все уже утвердилось мы показали место ой как же будет круто на нашей фан встрече вот весь парк в этот день будет работать будет работать собственно для того чтобы у вас было все весело что у нас будут крутые диджеи у нас будет музыка с самого утра мы на самом деле согласовали об этом еще вчера но мы хотели согласовать детскую площадку согласовали все получилось потому что наша подписчика писала Саша мы придем с детьми что делать не с кем оставить будут аниматоры чтобы все было интересно все было кайфово вот такие дела так что вот мы очень рады сыр со сгущенкой вкусно ммм а вот с медом то это фантастика да ну видишь с помидоркой да он слишком расплавлен да чтобы он был более терпкий а так это молодой он очень легкий в общем приятного пить это тебе желают угу я считал себе знаешь что спасибо с виноградом только я виноград и ты не ем а с виноградом это реально очень вкусно виноград ем горстью а и возьми вот так кусочек и будет вообще офигенски в питере когда слушайте в питере тоже планируем но вот нужно все это дело тоже по датам все распределить потому что в принципе у нас видите это ммм ну все не совсем так самая сложная вещь это организация да у нас есть специальная компания которая занимается всей этой организацией и соответственно помогает во всем этом потому что ну это вы еще реально понимаете целый парк вся эта застройка все это огромная-огромная сложность не простая соответственно так вот поэтому благодаря ребятам у нас все в общем то срастается осталось чтобы у нас была хорошая погода но гидравимцентр обещает аж 29 градусов в этот день и будет сухлазным поэтому собственно с питера тоже можно сюда прилетать к нам на самом деле некоторые летят даже с дальнего востока и вот это вот прям очень очень приятно вот в питере тоже мы собираемся но у нас здесь еще в планах есть Сочи вот и поэтому мы посмотрим что первое будет Сочи или Петербург да так что вот так сочи какой наш любимый фрукт я купнигу люблю черешню люблю манго люблю а я дыню наверное да а вот знаешь что интересно вот так вот вкусно да вкусно так вот видишь всем нравится местечко играть выбрали суперское действительно оно очень крутое так друг нашего друга оказался владельцем парка потому что и там одни березы вода слушай там вообще круто супер это просто необычно поэтому всем спасибо огромное за помощь вот ну и соответственно у кого из наших подписчиков есть компании у которых есть какие-нибудь вкусняшки обращайтесь потому что у нас есть регистрация для наших подписчиков но также есть регистрация и для наших спонсоров чтобы все прошло гораздо веселее и приятнее каждые полчаса у нас будут идти разные разные розыгрыши всего футболки какие-нибудь будут у нас розыгрыши реснички и конечно же у нас розыгрыш супер приза вот потёвки на двоих турцию turkish air life бизнес-классом номер с видом на море на двоих индивидуальный трансфер страховка в общем и все среди тех кто у нас придет на фан с речем так что такие дела вот смотри что-то все вкусно да или голодно очень это ты просто голодный а так это все ну не ну сыр с такими штучками он нежный очень знаешь что это бывает камамбер в нем много вкуса не хватает в этом хватает это прикольное он реально знаешь все же при свежим мне когда привезти камамбер на это не такой сейчас а подписчиков других городов когда пригласите в смысле со всех городов к нам и так и едут встреча у нас в Москве с любых городов с любой страны мы ждем всех приветики приветики кстати по поводу регистрации да вы все регистрируетесь а оповещение придет буквально ну наверное через пару дней то есть все у нас с местом теперь определилось со временем тоже определилось и поэтому рассылка будет буквально через пару дней коллаген пьем японский много человек придет так поэтому мы затягиваем мы уже два раза меняли место а в березы парк ну в березы парк очень много может разместиться то есть 5-7 тысяч это не проблема да это круто ну и плюс это можно машить розыгрыш в других городах ну-ка другие города ребята те кто хочет те кто к нам приезжает но даже здесь мы уже обсудили с нашими организаторами некоторые вопросы мы обязательно 8-го я думаю июня выставим пост по поводу розыгрыша среди тех кто не сможет к нам приехать вот так как чисто часто упиваете алкоголь раз в неделю ну да где-то так получается показываете ваши взвешивания я уже поняла поняла что все пишут показываю показываю взвешивания ладно будешь слушай а поводникам он бы оказался вообще да это очень вкусно я не ожидал особенно если булочку туда пихать вообще вкусно булочки вообще ну знаешь так здравствуйте а сколько с собой брать денег или все бесплатно я что стараюсь выразиться культурно если бы у нас не было наших вот этих всех друзей кроме как собираться где-нибудь на улице у нас даже не было бы вариантов но так как наши друзья все-таки нам помогают и у нас есть возможность все это сделать очень культурно и красиво с диджеем с музыкой с ведущими с безопасностью будет хорошая охрана стоять будет соответственно все великолепное и самое лучшее место в Москве то по большому счету наша встреча с подписчиками абсолютно бесплатно входных билетов соответственно у нас тоже они есть но они бесплатные для входа соответственно как собственно и вся фан встреча а все остальное это уже организация самого парка поэтому в парке будут и напитки и мороженое сахарная вата коктейли шашлыки великолепная кухня кальяна собственно будет все абсолютно но это уже можете докупать или не докупать на свой счет собственно так вот так Мася я что-то хочу все-таки есть еще вкусненько а самое вкусное на самом деле ты знаешь это просто ну вот по экрану не показывается но вот этот хрустящий вот это вот да так это вот так вот и надо делать видишь чтоб он немножко пересушился у нас он и нормальный он должен был пересушиться вот давай я хочу всегда любил вот это знаешь от такого овощика мать-ка ты красотка я хочу восьмую вот что нам его показывает да так а по поводу загрузочных дней слушайте ну это все по-разному зависит от всего загрузочных есть то есть масло сегодня загрузилось значит завтра будет разгрузочным потому что иначе если два дня есть мороженку сырике можно быть с толстой очень попой вот а так соответственно вот по поводу молочки мы достаточно сильно отказались но мы поняли что все-таки раз в неделю полторы надо что-то такое есть чтобы хватало кальция вот парк открывается я же говорю просто парк открывается а вы лишь замануха вы в курсе сколько этому парку лет для таких людей а потом говорите ребята вы нас баните вот вы реально либо тролль либо человек который очень хреново отвечает за свои слова как ее зовут Татьяна Татьяна вы знаете сколько березы парк лет нет? тогда прежде чем писать херню посмотрите сколько ему лет а ребятам огромное спасибо за то что они нам дали эту площадку для возможности провести встречи вместе с вами потому что они тоже нас смотрят собственно вот такие вот дела а вам до свидания так все вы самые крутые ага самые крутые блогеры это очень приятно слушайте мы по времени там будем очень много то есть потому что у меня спрашивали можно будет сфотографироваться да там можно будет сфотографироваться пообщаться в общем будет все круто подожди подожди что там так я очень хотел бы увидеть цены с клапчатки собираетесь вы к нам лучше вы к нам так шпаки как попасть на фон встречу мы рассказывали же да все посты есть смотрите да в ленте все очень подробно все подробно объяснено и рассказываем об этом каждый день вы к нам придете у нас каждые полчаса будут подарки от нас от наших спонсоров от наших друзей от тех кто участвует в процессе и соответственно помимо того что будет прекрасная атмосфера еще и будет возможность всему здесь чем быть великолепно интересным вот у нас будут футболочки наши будет что-то еще у нас много интересного да много всего будет да так приветики передаю кушать не успевала я знаешь что предлагаю пока завершить эфир а потом когда мы будем еще что-нибудь готовить еще раз выйти да да слушай блин а вот это самое вкусное когда вы с командой да вот просто чтобы не чавкать вам в эфире я его пока завершаю и ну не знаю там через часик два мы обязательно выйдем еще раз с какими-нибудь кулинарными заветками да так что все мои дорогие прощаюсь и ненадолго да 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 я